Ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. В Самаре прошел галоконцерт фестиваля русского песенного творчества «Самарская вишня». На сцене выступили победители, занявшие первые и вторые места. Одним из лучших стал вокальный ансамбль «Октябрина». Коллектив участвует в фестивале русского песенного творчества третий раз. В этом году занял первое место. Мне очень нравится, что очень много коллективов сюда приезжает. Коллективы сильные, довольно-таки интересные. И очень хорошо, что у нас очень много народу участвует. Очень много народу участвует вообще в подобных мероприятиях. Это очень здорово. Самарская вишня появилась как городской этап Поволжского фестиваля «Расцвела под окошком белоснежная вишня», который появился 22 года назад. Его организовала областная общественная организация ветеранов. Пожилое поколение, старшее поколение привлечь к тому, чтобы они проявляли и социальную активность, и приобщались к этой культурной жизнью. Потому что традиции, те, которые заложены были нашими поколениями, прежними, они должны жить и продолжаться. В течение нескольких лет Поволжский фестиваль не проводится, а Самарская вишня продолжает жить и становится все популярнее. В этом году заявки на участие в городском фестивале подали порядка 600 человек – песенных и хоровых коллективов. Из них 24 стали победителями. Очень приятно, что год от года количество коллективов растет участников нашего фестиваля. Что это не только ветеранские коллективы, но и молодежные, детские коллективы. То есть мы понимаем, что русское песенное творчество, оно живо, оно живет. И вообще известно, что песня нам строит и жить помогает. И что даже в годы Великой Отечественной войны, когда было очень тяжело, холодно, страшно, наш народ пел. В этом году Самарская вишня посвящена 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Для участников и зрителей концерта организовали экспозицию с атрибутами того времени. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События. Продолжение следует...